БОЛЬШЕЕ ИОНЫ Евангелие от Луки, 11 глава, с 29 по 36 стих. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить. Род сей Лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был знамением для неневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Неневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Размышления, часть первая. Знамение Ионы. Евангелие от Луки, 11 глава, с 29 по 32 стих. Несмотря на все чудеса, людей все еще не увлекает вера в Иисуса. Люди все еще не верят, что Иисус, Мессия, они просят у Него знамения, не понимая, что Он сам и есть знамение грядущего царства, как Иона был знамением для жителей Неневии. Три дня и три ночи Тот провел в чреве кита, став предзнаменованием Христа, который три дня и три ночи проведет в могиле перед своим воскресением. И как проповедь Ионы призывала жителей Неневии к покаянию, так и в Ангелии Иисуса в наши дни призывает мир покаяться. Иисус больше Ионы, больше пророков, и Он не только предупреждает о неизбежном суде, но и предлагает спасение всякому, кто верует в Него. Случалось ли вам сомневаться в спасительной силе Иисуса и просить у Него знамения? Посмотрите на Его смерть и воскресение. Этого знамения достаточно, чтобы не сомневаться в своем спасении. Размышления, часть вторая. Сотворенные для славы. Евангелие от Луки 11 глава с 33 по 36 стих. Иисус – целитель наших душ. Он знает наши самые ужасные грехи, всю глубину нашего падения и хочет изменить жизнь человека ему на благо и себе во славу. Для этого Он первым делом открывает нам духовные глаза. Когда они открыты и здоровы, мы можем ясно видеть свет Христов. Тогда Его слава и чудный свет меняют нас изнутри силой Святого Духа. Апостол Павел прекрасно объясняет это во втором послании Коринфянам 3.18. «Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. «Взираете ли вы каждый день на славу Христа? Просите Бога дать вам жажду взирать на Его славу, чтобы Его свет преобразил вас в образ Иисуса». Молитва. Отец Небесный, спасибо, что в Иисусе столько любви. Пожалуйста, помоги мне каждый день видеть в Писании Твою славу. Пусть мое сердце восхищается Твоей дивной благодатью. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Аминь. Продолжение следует...